Уважаемый Садор Мурбачевич, тяжелое жизненное обстоятельство вынудило меня обратиться к вам. Суть моей обращения, Садор Мурбачевич, моя супруга в данный момент находится под заключением в женской колонии номер 2 села Степнова. Находясь в заключении, она уже перенесла четвертый инсульт с левосторонним параличом. Четвертый инсульт головного мозга с левосторонним параличом. Состояние тяжелое. Сама себя обслужить не может без посторонной помощи, она сама себя не обслуживает, а именно требуется посторонняя помощь. Лежит в памперсах, ходит под себя и помаленько, и побольшой. После лечения в гражданском секторе, недавно это было, обратно отвезли в колонию. У ГСИН, у медслужбы, практически нет возможности лечения таких тяжких заболеваний, осужденных с тяжкими заболеваниями. Отсутствуют препараты, да, конечно, понимаю, я тоже. Нет узких специалистов, невропатологов, кардиологов. Препараты, которые требуются для, даже не для лечения, а для жизнеобеспечения супруги, мы передавали, передаем каждый месяц. Крик души, устал бороться, действительно, по скольким инстанциям ходил, везде были почти, везде были, ну, я не знаю, даже, может, гуманность, не знаю. Нет, наверное, у нас гуманности на шире, нашему государству. По этому поводу обращались в Ломенгинский районный суд с ходатайством об отсрочке исполнения наказания ввиду тяжелой болезни до выздоровления. Но, к сожалению, судья Косомалиев отказал удовлетворение нашего ходатайства. Я не знаю, в чем причина. Хотя на суде представители медслужбы ГСИИН подтверждали и утверждали, что да, действительно, она находится в тяжелом состоянии, что требуется длительное лечение, длительная реабилитация, что она может там умереть. Но, судя эти все доводы, не принял, к сожалению, к сведению. Куда только не обращался, у нас синдром Батукаева, что ли, как назвать, синдром Батукаева. После этого освобождения, скандального освобождения с Батукаева, никто не хочет применять законы об отсрочке, законы об освобождении ввиду тяжелой болезни. Просто, я не знаю, может, люди обрекают нам, учителя, медленную смерть.